Уважаемые зрители канала Трикстер Научная Религия, я вас приветствую. Сегодня мы общаемся с Аней Карасевой. Это религиовед или религиоведка, как сегодня модно выражаться. И сегодня мы обсудим очень интересную тему, которая связана с славянским неоязычеством или российским неоязычеством. Аня, привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе и о своих научных интересах религиовических. Привет! Ну, начнём с того, что я настоящий религиовед. Я закончила, у меня есть целый диплом, да, чёрной и белой магии. Я закончила Святофиларетовский православно-христианский институт, кафедра религиоведения. И, собственно говоря, после этого момента я очень активно стараюсь изучать различные религии, особенно МРД. МРД — это как секты, только политкорректно. Если расшифровывать, это означает новое религиозное движение. И, собственно говоря, неоязычество является одним из таких видов новых религиозных движений. И так случайно получилось, что моя магистрская диссертация, она как раз была о неоязычестве. И я совершенно случайно целый год его изучала, знакомилась с его представителями и выяснила, что это довольно интересно. А вот термин «неоязычество», он насколько корректен в научной среде? Ну, смотри, если мы говорим о какой-то международном общении, то они обычно используют либо неопаганс, то есть неоязычники, буквальный перевод, либо политеистические реконструкции. Если мы говорим о наших отечественных учёных, то есть государственное название, сейчас я его зачитаю. «Люди, исповедующие традиционную религию своих предков, поклоняющихся богам и силам природы». Когда проводятся различные опросники, в том числе о принадлежности к верованиям, красного язычника вписывают туда. Сами себя очень многие из них называют родноверами или приверженцами традиций, но вообще слово «неоязычество» достаточно корректное в научной среде, и оно спокойно применяется в научных текстах. Вообще, если мы говорим об отличии именно язычества от неоязычества, то ключевое отличие в том, что язычество – это непрерванная традиция. Например, индуисты – это язычники, они политеисты, и у них традиция непрервана. Допустим, шаманы Сибири, какие-то африканские колдуны – это всё язычество. А если одно время в традиции не было представителей жречества, и вообще традиция никак не практиковалась, и она умерла, и её надо, по сути, возрождать заново и реконструировать по каким-то отрывкам, которые мы знаем, то это тогда уже неоязычество. Соответственно, неоязычество – это не исходная вера, это именно реконструкция, потому что мы не можем сказать, как было конкретно. Просто вот этот термин «язычество», он всё-таки христиано-центричен, тебе не кажется? Ну да, наверное, но на самом деле очень много слов в нашем повседневном обиходе, которые имеют какую-то христианскую коннотацию, и это не получится выбрасывать просто из обихода. Тогда мы можем сказать, что почему сейчас 2022 год? Мы же язычники, и тут вот Рождество Христово. И почему там седьмой день – это воскресенье? Это воскресенье Иисуса, а шестой день – это вообще шаббат. Так можно, на самом деле, половину языка выкинуть. Ну вот, просто это к той проблеме, вот когда, например, ты изучаешь неоязычников и называешь их неоязычниками, и они, наверное, как-то реагируют на это не совсем по-доброму, ведь всё-таки язычество – это такое для них, наверное, название не очень, в общем. Так ли это или нет? Ну, есть на самом деле разные неоязычники. Есть те, кто активно занимается научной работой, читает нормальную литературу, нормальные источники, и они реагируют достаточно спокойно на этот термин. А есть, конечно, люди, которые больше находятся в таком мистическом состоянии особенном, и их, конечно, это оскорбляет. Поэтому, когда я разговариваю с представителем какого-то течения неоязычного, я, конечно, сначала проверяю всегда, как они сами себя называют. И когда исследуешь, то есть ты используешь вот этот их уже терминологию, чтобы включённое наблюдение было более качественным, так, да? Ну, конечно. То есть я, когда с ними разговариваю, я стараюсь разговаривать без терминов, которые их обижают, да, там есть проблема у некоторых язычников со словом «спасибо». Да, и говорить «благодарю». Достаточно сложно как бы всё время себя в языке, ну, как бы останавливать, потому что, ну, «спасибо» — это же обычное слово, но некоторые прям очень психуют из-за этого. А вот когда неоязычество стали изучать в современном религиоведении, в российском в том числе религиоведении, это когда вот начинается? Ну, смотри, вообще само неоязычество, оно достаточно молодое, оно появляется в 1970-х годах, оформляется. Соответственно, в Россию оно приходит в 80-е годы, и примерно уже через 10 лет, в 90-е годы, уже есть научная школа по изучению неоязычества. То есть достаточно быстро это всё оформилось. Знаешь, вот как в советское время изучали неоязычество, его как-то пытались запрещать, и как вообще вот это изучение проходило? Насколько нам известно, с православием дела обстояли довольно-таки не то чтобы плачевно, но борьба такая вот проходила, а в советское время как-то пытались с ними бороться, или там какое-то научное прям изучение было по-настоящему. Да, на самом деле удивительно, но в этом именно особенность российского неоязычества, что Советский Союз очень много времени вообще уделял языческой традиции, и более того, он занимался пропагандой языческой традиции. То есть фактически Советский Союз вырастил современное язычество, которое мы сейчас знаем, потому что, во-первых, создавалось огромное количество детских мультфильмов про язычников, да, там типа детства Ратибора. Господи, вот это Садко, это же всё языческие мотивы, и там показан вот этот образ язычника, что он такой мужественный, женщины такие красивые. Соответственно, очень много языческих мотивов, да, вот этот вот огонь, ещё что-то, оно вообще успевалось в Советском Союзе. И, собственно говоря, более того, Советский Союз занимался тем, что он переделывал народный фольклор. То есть есть какая-то частушка или поговорка, или какой-то, может, заговор народный, и они говорили, что вот в этом заговоре вы употребляете слово там Иисус Христос, например, или Дева Мария, обращаетесь к ним. А на самом деле это очень древняя частушка, и раньше в этот момент там обращались к Макоши или к Велесу, например. И они как бы пытались поменять это обратно. Но на самом деле это исторически не совсем верно, потому что существовало народное христианство, и многие эти заговоры, они появляются уже с именем Иисуса, то есть это не замена. А кто вот из таких самых, наверное, базовых исследователей неоязычества, кого можно привлечь во внимание, чтобы опереться на них? Кто вообще изучал лучше всего неоязычество из российских религиоведов? Ну, у нас есть, он правда белорусский, белорусский религиовед Мартинович. Он, наверное, самый главный у нас сектовед, то есть человек, который занимается новыми религиозными движениями, он составляет огромное количество классификаций, он изучает все, он написал книгу «Сектоведение», называется очень хорошее, но там более общее всё. У нас есть ещё, помимо сектоведов, есть сектоборцы, и у нас главный сектоборец, это у нас Александр Дворкин, вот его книжка. Это достаточно медийная личность, и он занимается таким воинственным изучением новых религиозных движений, в том числе язычества. И более того, он настолько воинственен, я не буду о нём плохо говорить, я надеюсь, что я скоро с ним смогу пообщаться вживую, но он настолько воинственен, что он является экспертом по уголовным делам, связанным с религиозным терроризмом. То есть все громкие дела, о которых мы слышали, связанных именно с какими-то религиозными движениями, он там очень активно участвует. Если говорить о более узконаправленных специалистах, которые занимаются именно славянским язычеством, то сейчас это, наверное, Гойдуков и Шижанский. Как ещё раз первый? Гайдуков. Гайдуков. Да, есть ещё Бесков. Гайдуков, он из Питера точно, а Бесков, он откуда-то из Нижнего Новгорода, по-моему. А вот Борис Рыбаков, академик, он как? Ну, Борис Рыбаков не занимался неоязычеством. А, да-да, он язычество, просто славянское изучал, да-да. Он, более того, он был историком, он занимался славянским бытом. То есть он не религиовед. И у него очень качественные работы по славянскому быту, но в какой-то момент он решил заняться религиоведением, и, конечно, тут его понесло очень далеко. И он создал огромное количество теорий, которые он считает правильными, но на самом деле они прям совсем билыми по воде. То есть его вот эти конструкты, именно религиозные, опираться не нужно. То есть если мы видим Рыбакова в вопросах какого-то быта, то да, он там один из лучших советских авторов. Но как только он залезает в тему религиоведения, он тут себе позволяет, конечно, намного больше, чем может позволить учёный. Да, вот ещё, насколько мне известно, науязычники опираются иногда на его работы, чтобы подтвердить истинность, ну не истинность, а правомерность своего учения. Ну вот насколько мне известно, вот есть такой феномен среди науязычников. Не знаю, известно тебе или нет это? Да-да, есть даже целый музей в Томске, точнее он под Томском. Это огромный заповедник, и там есть раздел славянской культуры, и они там полностью реконструируют по Рыбакову. И в Москве тоже есть музей, музей русской сказки и славянской мифологии, по-моему, он называется. И там тоже реконструируют по Рыбакову. Он прям очень популярен, потому что он единственный, кто сделал цельную систему. Потому что все наши знания разноурозненные, мы не можем сказать, что вот был вот такой вот канон, как там Теогония Гесиода греческая, вот было так. Ну так нельзя, у нас нет такой информации. А он расписал все очень подробно и очень последовательно, очень логично. Конечно, это всем понравилось. Все начали этим... Такой неоязыческий маркион, ну как это первый канон Нового Завета, да? Да, да. А вот, ну хорошо, а вот ты, почему вот именно ты стала изучать неоязычество? Чем оно тебя привлекло? И почему такой интерес? На самом деле, это получилось совершенно случайно. Нам в институте прислали список тем для выпускных работ. И одна из тем была неоязычество и все темы... Я на самом деле новое религиозное движение не очень люблю. Мне больше нравятся древние религии, потому что там есть, что посравнивать, откуда там кто позаимствовал, что там второй, третий слой покопать. А МРД, конечно, у них такая более простая, более направленная на какой-то мистический экстаз философия. И так получилось, что я долго тупила. И все нормальные темы закончились. И мне пришлось взять неоязычников. Так это судьба получается, так? Да. Не ты их выбрала, а они тебя выбрали, да? Да, судьба. Понятно. Хорошо, давай тогда к более серьезному вопросу подойдем. В чем заключается особенность российского неоязычества? Или, правильнее сказать, славянского или русского? Ну, начнем с того, что главная особенность, это, конечно, массовая поддержка Советского Союза. То есть, неоязычество действительно очень плотно вошло в культуру. И очень многие идеи очень плотно вошли в культуру. И они пропагандируются даже до сих пор и в школах, и везде. Мы даже этого не замечаем. Конечно, я думаю, если бы такой не было государственной поддержки, то язычество бы так не расцвело. Еще, наверное, особенность – это эклектизм. Это когда одна религия собирается из всего. Ну, то есть, мы, я думаю, дальше поговорим о каких-то конкретных обрядах, и мы увидим то, что эти обряды, они просто поднадерганы из разных культур и из москульта. Хорошо. А какие направления существуют в новоязычестве? В российском? Если мы говорим о именно религиозных крупных каких-то объединениях, то самое крупное объединение – это союз славянских общин славянской родной веры, ССО, кратко. У них где-то три тысячи членов и семнадцать общин по всей России. А на втором месте находится Велесов круг. Там где-то полторы тысячи человек, девять общин по всей России. И вот первые две, они достаточно плотно между собой общаются. Была идея даже создать какую-то единую организацию, чтобы они сосуществовали вместе, но у них не получилось, видимо, они там что-то не поделили. А третий по размеру – это круг языческой традиции, там около пятисот человек, но зато там пятнадцать общин по всей России. И самые маленькие, но самые веселые – это схрон «Ешь славян». «Ой, «Боже, засветила, рот свой подымает, Они особенные, они состоят где-то из 10 общин, наверное, где-то тоже около 500 членов, но они вообще не общаются с представителями других неоязыческих организаций. Если ты видел вот такое особенное письмо, когда посередине слова вдруг стоит большая буква, там «ра» с большой буквы, «дуга» с большой буквы, как бы подчеркивая, что это два разных слова, там «невеста» с большой буквы, «веста» с большой буквы. Вот это они. Если вдруг тебе кто-то будет писать письмо, и он напишет так, знай, это схрон еж славян. У них совершенно отдельное миропонимание. Они считают то, что была языческая традиция, которая в X веке из-за христианства ей пришлось уйти в подполье. И, значит, жрецы вот этой вот древней религии, они провезли через тысячелетия истинную веру, они, значит, её сохранили. И Богумил II, это основатель схрон еж славян, он, собственно, решил эти тайные знания раскрыть миру. И он, значит, раскрыл их миру в девяносто первом году. И так образовался схрон еж славян. У них есть своя книжечка, такое наподобие вероучения. Вот она. Это зерно. Вот это вот зерно. И они там пишут... Тебе показать-то. Да, я, кстати, с ними познакомился. Вот в прошлом году с ними. Здесь у них в Екатеринбурге есть собственное отделение. Да, но у меня это... Я пришёл... Ну, у них капище находится и в том числе идол. Они его чуром называют. Находится тут в одном лесопарке. Вот я там прогуливался с женой, ну, там подругой ещё. И как раз-таки наткнулся на это капище. Ну, я по поисковику вижу, смотрю, тут какое-то капище рядом находится. Подошёл туда, пришёл, походил, пофоткал, видео снял коротенькое. Потом увидел, что там какие-то... Ну, дальше капище где-то там в лесочке, в роще какие-то мужики ходят. Я решил туда пойти, решил поговорить с ними. Увидел этот чур. Оказалось, что это вот как раз-таки лидер местного отделения схрон еж славян. Вот. Я с ними хотел пообщаться, но там такой довольно-таки конфликтный диалог у нас вышел. Они сначала так агрессивно... Не то чтобы агрессивно, а как-то не с презрением, а с таким... Как это сказать? Подозрением. Подозрением так отнеслись ко мне. И, в общем, там диалог у нас как-то не так заладился. Хотя мы где-то час с ними разговаривали. В общем, они меня еще пригласили на этот... на Купалу. Я там у одного даже хотел спросить, когда это будет проходить. Но до этого я написал как раз-таки статью на Дзене про них. И им она не очень понравилась. А вот у тебя вот как вообще с этим происходит? Вот ты, например, изучаешь какую-нибудь религиозную, языческую группу, потом пишешь про них что-нибудь. И бывает ли такое, что они это читают и как-то реагируют? Слушай, у меня такое было несколько раз. Я когда писала, собственно, магистрскую, мне же нужно было получить... Ну, это же официальные документы. Мне нужно было получить их официальное разрешение на публикацию. Я тупанула. Мне потом сказал преподаватель, как это делается. Я им скинула всю работу. И там вся моя аналитика про то, что они откуда заимствовали, откуда там сняли. И, конечно, они были не в восторге. Был скандал. Оказывается, надо было сделать так. Нужно было распечатать стенографии чисто их текста или чисто их идеи. И сказать, правильно ли я поняла эти ваши идеи. А интерпретацию уже им не показывать. И второй раз у меня был скандал с ССО. Оно такое. Мы очень быстро все решили. Я пришла к ним на Ерилу Вешневу. Это праздник. И снимала. Причем я заранее спросила, можно ли снимать. Мне сказали, да. Но я не спросила, можно ли выкладывать. Потому что мне кажется, это естественно. Если я снимаю, наверное, я снимаю зачем-то. И я выложила их видео к себе в Инстаграм. Они, естественно, их увидели. Но я их особо не скрывала. И им не понравилось, что я это опубликовала. Но мы в итоге разошлись, потому что я ничего такого не написала. И я стараюсь, если я понимаю, что мне там сообщина еще какой-то работать, я, конечно, стараюсь прямо совсем гадости не писать. Я стараюсь писать мягко, но понятно. У нас преподавательница по НРД, она всегда просила, говорит, ребята, если вы куда-то идете, пожалуйста, не оставляйте после себя выжженную землю. После вас еще людям работать. Вот. И я как бы стараюсь придерживаться этой парадигмы, чтобы меня потом не ненавидели. Потому что на язычников действительно очень много. Так вот. И у меня вот такая же ситуация. Я хотел вот максимально вот так все мягко написать, изложить. То есть без каких-либо оценок. Безоценочная совершенно статья получилась, но тем не менее она им как-то не понравилась. Возможно, аналитика у меня какая-то бестолковая была. Не знаю. Но это, конечно, интересный вот опыт. Но мы еще поговорим о том, как ты их исследовала. А вот какие отличия между данными группами, которые ты сейчас перечислила, существуют? Такие вот, не знаю, главные отличия. Давай. Ну, главная отличия состоит в уровне научности, скажем так. То есть ССО, они претендуют прямо на супернаучность. То есть они говорят, что мы понимаем, что мы реконструкторы, что нельзя воссоздать на 100%. Что мы, значит, воссоздаем не сколько обряд, сколько духовное содержание обряда. Они действительно смотрят там за всеми научными разработками, много читают. Они, кстати, говорят о том, что они не согласны с Рыбаковым, о том, что там у него много всяких придумок. Они написали свою книжку. Но это не Библия, это прямо научное издание такое. Это написал их главный жрец Белояр. Соответственно, Велесов Круг, он немножечко, немножечко менее научен. Чуть больше позволяет себе интерпретаций. У них основатель, глава это Волхов Велеслав. Он прям суперпродуктивный. Он пишет очень много и продает очень задорого свои книги. У него даже раньше в Москве был книжный магазин. Сейчас остался только интернет-магазин. Вот, например, вот такая. Это одна из самых популярных его книжек. «Родные боги Руси». И последняя, это «Сфрон и ежеславян». Но их книжку я уже показывала. Они, конечно, действуют по особому пути. То есть они вообще не рассматривают никакую научную базу. Вот этот сейчас калаврат ты показала, он случайно не запрещенный символ в РФ? Нет, он запрещен, если бы там было меньше всего. Он запрещен, если он до степени смешения. Тут видно, что другое количество. Но вообще я вот разговаривала с язычниками на купале, с одной девочкой. Она, значит, плетет пояса. И она на поясах, естественно, плетет калаврат. И она говорит то, что у нее даже в метро возникали проблемы, что она сидит, плетет, и там люди начинают возмущаться, там вызывают полицию, как-то агрессивно на нее реагируют. Поэтому она сейчас не трудится в общественных местах. Понятно. Вот есть же какие-то отдельные деятели в неоязычестве. Например, такие имена, как Стрижак, Левашов, Трехлебов, еще кто-то вот... Асов. Асов, да. Вот они как себя презентуют? Они являются членами данных организаций или у них что-то свое? Нет, у них что-то очень свое. И они прям граничат с уголовным кодексом, многие из них. И недавно был скандал с ингренгами. Это одно из направлений. Это Хиневича, да? Да, да. Я даже не уверена, там часть литературы признана экстремистской. Вот его основной труд, по-моему, признан экстремистским. И вот эти общины, они стараются от них открещиваться, потому что там очень много скандалов было. Зато они почему-то самые популярные. Ну вот чисто медийно, почему-то, на мой взгляд, я просто в свое время увлекался неуязычеством, даже разделял их взгляд. У меня есть такой грешок. Ну как грешок, это оценка. Так что прошу прощения, господа неуязычники, если вы смотрите это видео. Нет, но если ты сейчас перешел в православие, то это бы, конечно, не грешок, а грешище. Я, кстати, потом перешел в православие, но в итоге я сейчас просто не верующий. Так что, ну да, меня поколбасило в свое время, но ладно. А вот такой вот... Почему, как ты думаешь, почему вот именно они более популярны в плане медийности, в отличие от тех групп, которые ты перечислила? Ну, я думаю, потому что это скандал, это эпатаж. Ну так всегда, как бы, любая медийная личность, она не должна читать какие-то вырезки из научных статей, она должна эпатировать, она должна кричать, мы славяне, мы русичи, там, Россия для русских, еще что-то из этой серии. Ну то есть они именно на этом в основном выезжают. Они выезжают очень много на антихристианской позиции, то есть, допустим, у РСО антихристианской позиции нет, они своими делами занимаются. А вот эти ребята, они прям, ну, они ненавидят, там, тоже РПЦ, они постоянно пишут какие-то гадости про нее, и у многих людей, конечно, это вызывает, наверное, какие-то ответные эмоции, ну и, соответственно, поэтому они все время находятся в каком-то медийном пространстве. Вот книги «Славяно-арийские веды», потом «Велесова книга» — это книги, кому они относятся? «Велесова книга» признается, насколько я знаю, «Велесовым кругом». Собственно, она была издана издательством, где издается Бог Велеслав. «Славяно-арийские веды» — это идмлинги. «Велесова книга» — она имеет больший авторитет, чем «Славяно-арийские веды». Ну, конечно, «Славяно-арийские веды» — это совершенно камерный текст, а «Велесову книгу» читают люди, которые не принадлежат даже ни к одной общине. И, собственно говоря, большинство языческих идей, каких-то богов, различных взаимодействий между богами, мифов, они взяты оттуда. Например, идея прави, нави, яви, вот этого всего, это оттуда. Но уже давно доказано, и вот, допустим, ССО это признает, что это, конечно, подделка XIX века, есть куча разборов, лингвистов, и, ну, как бы, отрицать это глупо. Ладно, хорошо. А вот какие неозидические группы ты исследовала за свою академическую жизнь? Ну, я плотнее всего общалась с ССО, потому что они самые крупные, и они организуют очень много мероприятий, на которые съезжаются люди из других общин, и люди, которые обычно в общину вообще ни в какие не входят. Потом я общалась со СХРОН Ешеславьем, и я общалась с казанской группой, которая раньше была в Велесовом круге, но сейчас они, как бы, отдельно. То есть у них расколы-то внутренние, да, еще бывают? Ну, конечно, потому что они, получается, должны обсуждать же каждую идею, которую они принимают или не принимают, да, то есть если бы они сказали, мы там принимаем только то, что принимает наука, то, что принимают академические круги, тогда бы они никуда не раскалывались. А если какая-то научная версия новая начинает противоречить тому, что они там уже, ну, знали, ведали, то, конечно, начинаются проблемы. Угу. Ну, вроде ты как, вот те книги, которые ты показывала, это являются основными священными источниками у науязычников, или еще какие-то бывают книги? Слушай, ну, я бы не сказала, что это прям священные источники, то есть священные это только высшень, высшень это вот вот эта красненькая, а все остальные, они все-таки позиционируются как научные тексты. Угу. Ну, Велесова книга, не знаю, насколько она считается священным текстом, наверное, все-таки не очень, то есть ее нельзя сравнить, там, например, с Библией или с Карадом, который сам по себе, да, вот сам текст является священным, и там сама книга, то есть ее там надо хранить в особом месте или еще что-то, такого нету. То есть они черпают учения, знания из традиций, из предания? Да, конечно, это священное предание, вот точно, молодец. А вот такое понятие, понятие, как родничок, это у кого она распространена, ты случайно не знаешь? Нет, я сейчас не знаю. Ну, просто я как-то общался много лет назад с одним новозичником, он говорил, что я ничего не понимаю, потому что у меня перекрыт родничок. А, ну, я поняла, я думала, ты про какую-то книгу родничок. Да, там есть такая идея, что, значит, связь с родом, связь с предками, у нас же вся энергия, вся сила от предков, она, собственно, осуществляется через родничок. И если человек не может соединиться с предками по каким-то причинам, то, конечно, он энергию от мира не получает. По сути, чур, да, пращур, это же предок. И очень многие обряды, они именно сосредоточены не на богах, а на защите предков, на защите рода. Я просто вот к тому, откуда вообще черпают знания на уязычнике. Вот ты привела пример союза славянских общин, они больше упор делают на научные исследования, так? Получается, вот эта идея родничка, она не у всех, наверное, распространена. И вот такая проблема, откуда черпать знания? Какие вообще с этим проблемы существуют? какие методы получения знания о славянской вере существуют? Или есть какие-то синкретические методики, которые, например, на уязычнике заимствуют у ариев, индийцев? Все это божественное откровение, как минимум. Как собственно, практически во всех религиях все идет от божественного откровения. Они так чувствуют. Я разговаривала с одним значит неоязычником, который является служителем значит культа черных богов, как он сам себя назвал значит это Мара, Велес, Чернобог, то есть боги связанные со смертью, с каким-то подземным царством. И вот он, например, я ему даже попросил помочь ему разработать значит обряд связанный с воздушными богами, посмотреть значит как это делали другие индоевропейцы и по аналогии сделать. Он говорит вот я делаю как мне кажется вот и я чувствую что я делаю правильно я чувствую как я подключаюсь к вот этим темным богам. Вот если я подключился значит я все правильно сделал а если я не подключился значит ну надо еще там что-то поменять поизучать то есть это вопрос просто мистического опыта очень часто то есть там сплошной мистицизм да ну знаешь вообще практически все нрд они выезжают на мистицизме очень мало нрд которые работают с какой-то глубокой именно научной проработкой с глубокой проработкой текстов ну вот самые глубокие в веками века если знаешь кельское язычество оно прям такое синкретичное синкретичное и вот там действительно очень хорошая именно проработка настоящих источников и они просто шикарно сделали вот из всех новоязычников они мне больше всего нравятся а есть нрд которые просто выезжают вот на таком как харизматы как баптисты ну по сути это же тоже нрд они же недавно появились они просто выезжают на религиозном экстазе кстати вика это от 1 августа отмечает сбор урожая там они в честь бога луга ну короче это же они же отмечают это под праздники у них есть там целый круг мне кажется вот круг это просто шикарно он настолько хорошо проработан именно с научной точки зрения что вот я например им сама пользуюсь например когда я смотрю какие-то индоевропейские разные праздники они ведь действительно все попадают на этот круг ну то есть не в каждой традиции по все восемь но все ключевые блин они туда попадают и я в восторге честно а вот когда например один неозичник чувствует бога одним образом а другой другим образом и у них возникает конфликт например как вообще эти конфликты решаются у них же наверное не проходят какие-то вселенские соборы они же как-то иным образом пытаются решить ну у них есть конечно основатель как бы практически все НРД это движения основанные на харизме одного человека и на том как чувствует один человек и очень часто когда этот человек умирает просто все разваливается вот допустим Богумил второй который основатель схроны ежеславен он умер в прошлом году и соответственно я думаю что там в ближайшие 2-3 года мы увидим либо нового харизматичного лидера да либо они в какой-то момент что-то не поделят потому что не будет основателя который их рассудит поэтому это конечно вопрос всегда одного человека который собственно и все решает ну вот СССР например они собирают значит вот эти круги жреческие и там вроде как что-то обсуждают какие еще особенности иерархии у них существуют у неоязычников ну слушай у них прям такой иерархии это нет у них же не так много у них есть там жрец допустим у ССО это называется не жрец а радарь я не знаю как эти молодые слова радарь а наверное что-то дарить радость что-то про это но это не точно ну или просто тот кто радость дарит ой нет просто кто-то кто радует радарь радует хочешь порадов иди к радаре приходите меня потом к ним не впустят ладно все так у них есть верховный жрец например и какие-то помощники на лицо прекрати какой-то структуры черное белое духовенство епископат там епархии поместные церкви такого у них конечно нет но блин размера маловато для такого ну да вот все равно должна наверное традиция сформироваться более полная более в христианстве же то же самое сначала там были просто диаконы и пресвитеры то есть не было прям ну и епископы конечно не было прям такой разветвленный иерархии у них наверное еще все это вопрос удобства то есть если ты лично можешь пообщаться со всеми зачем тебе выстраивать сложную иерархию то есть в этом на самом деле сила потому что вот та же РПЦ она она очень мощная она далекая от людей она непонятная а вот к Белояру к сейчас верховному жрецу с Исокнем можно просто подойти и сказать Белояру я не понял и он что-то расскажет на эту тему допустим у меня сестра недавно проходила обряд речения у ССО как от речения именно речения именно речения да вот и она прям пришла к верховной жрице и говорят здрасте Асока вот я тут пришла можно проконсультироваться то есть представляете если бы допустим я захотела креститься и пошла к патриарху спросить что он вообще по этому поводу думает да даже к епископу наверное сложно будет попасть ну просто это не вопрос того что они плохие это вопрос того что просто больше народу и одному епископу просто нереально принять каждого кто хочет креститься хорошо какие священные тексты ты за весь путь своего исследования смогла изучить у неоязычников ну у них что с этими священными текстами у них там священных текстов две с половиной штуки ну то есть там немного читать да нет нет там совсем немного читать нет там есть понимаешь священные тексты просто какие-то ну хорошо хорошо даже не священные а вот вероучительные в этом смысле я имею ввиду то есть где вероучение изложено ССОшники допустим выпускают там с какой-то периодичностью с разной периодичностью без периодичности они выпускают журналы журнал родноверия вот такой есть вот такой есть еще вот такой есть ну они красивые стилистически они красивые смотри они красивые разноцветные тут длинные статьи это тебе не мемчики смотреть да реально напрячься чтобы читать там такой прям сухой научный текст тяжеловато конечно конечно, не публицистика совсем. Вот. Хорошо, давай тогда перейдем вот к основным идеям. Вот, например, вот ССО. Во что они верят? На чем основано их вероучение? Ну, смотри, если мы говорим про вероучение, то это, конечно, в первую очередь слияние с предками и слияние с природой. То есть это идея такого единства человека и мира. Собственно говоря, все их обряды, они направлены на обращение к природным стихиям, к природным, по сути, богам, к пращурам. И, собственно, практически у всех неоязычников это есть. То есть идея у всех одна и та же. Просто исполнение разное. Хорошо, а вот идея возрождения, там, не знаю, какой-нибудь дохристианской Руси, она кем-то разделяется? Ну, конечно. Но, как тебе сказать, вот, допустим, ССОшники и многие в Велесовом круге, они считают то, что понятно, что возродить нельзя. Я разговаривала с помощником жреца Велеса, и он говорит, ну, давай, возроди. Значит, телефон отдай, одежду нормальную сними, иди в лес и добывай ягоды. Посмотрим, сколько ты протянешь. Ну, то есть нельзя вернуться в дохристианскую Русь и оставить себе айфон. Понятно, что, как бы, религия, она должна изменяться под мир, и они все это прекрасно понимают. Вопрос в том, что, да, конечно, у них есть стерки с РПЦ. Причем одно время, когда только они образовывались, стерки были со стороны язычников, то есть они очень агрессивно себя вели, да, там мы не рабы, а дети божьи, вот это вот все. Зачем нам еврейские сказки? Мой бог меня рабом не называл. Да, 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 мой бог меня рабом не называл, вот это вот все. На самом деле, ну, сейчас этого практически нету, если даже приезжаешь на праздники, уже людей в этих футболках нету, все уже не такие скинхедистые, они оккультурились, прям очень оккультурились. Но РПЦ, что удивительно, их заметила. На самом деле, я считаю то, что это со стороны РПЦ прям такой большой поклон неоязычникам, потому что она сказала, что мы такая огромная РПЦ, мы признаем, что они есть. Это прям победа неоязычников была, и патриарх Кирилл несколько раз говорил в своих проповедях о неоязычниках, о том, что большое количество военных становится неоязычниками, есть даже какое-то регулярное армейское подразделение, такое крутое, типа Альфы или ОМОНа, которое называется что-то из серии Дети Перуна или Дети Велеса, что-то такое, и он прям обозначал это как проблему. И считаю, фильм «Викинг», мы не понимаем, зачем он вышел, он вышел мне не потому, что фонд кино захотел что-то такое высокохудожественное снять, это же абсолютно пропагандистский фильм. И мало того, что он пропагандирует православную церковь, он еще очень сильно принижает язычество. Потому что, если мы посмотрим более старые фильмы, например, «Ярослав тысячу лет назад», это фильм, по-моему, 2000-х годов, там такого нет. То есть там говорится о том, что христианство – это круто, но при этом язычников не обсирают, там все очень политкорректно. А викинге, конечно, ребята постарались. Это вот, есть еще фильм из современных, «Скиф» называется, вроде там не на уязычнике, а именно «Языческая Русь» как-то более лояльно показано. Да, «Скиф», кстати, такой хороший фильм. Там, наверное, даже скорее обсираются христиане довольно сильно, потому что там показано, прям на контрасте они показывают, что, значит, вот языческая семья, вот эта скифская, там с детишками, они такие все прикрытые, хорошие. И тут, значит, главный герой заходит в палаты к какому-то князю, там, значит, оргия, все голые, винище льется, там какой-то поп скачет с крестом. И это, конечно, в обратную сторону тоже плевок. Ну да, то есть ответочка. Хотя вот я не знаю, создатели этого фильма, они не знаю, каких они заглядов придерживаются. Мускей старше, чем викинг. Да-да-да, это точно. Если вот говорить о храмах, храмовой составляющей, как вообще организованы храмы науязычников или капище, или как они, алтари какие-нибудь, как это все выглядит, как они работают, что там делают люди? Ну, у них есть капище, капище можно посмотреть даже в Москве, в Битцевском парке, а там очень красиво сделано капище ССО, у них вообще очень красивые обряды, у них рады прекрасно поет, он просто, мне кажется, у него академический вокал, потому что просто можно заслушаться, и вообще у них очень красивые обряды, если вот хочется посмотреть, именно, как бы проникнуться духом, то вот прям надо идти туда, они там, по-моему, каждое воскресенье даже встречаются, и там вокруг ходят люди, то есть на них можно смотреть. У ССОшников основное капище находится на Красотынке, это Калужская область, они там в 11-м году выкупили 5 гектаров, это очень много, кстати, оно огромное просто. Возьми силу! Возьми силу старую! Возьми силу старую! Дай силу новую! Дай силу новую! Силу елибина дня! Силу елибина дня! Поставили там капище, и что интересно, в 15-м году они соорудили настоящий храм, то есть полноценный деревянный храм. Туда заходишь, там 4, значит, кумира, ну кумиры – это идолы, огонь горит, естественно, потому что это храм огня Сварожича, вероятно, огонь священный. Извлекался он не просто так, они извлекают живой огонь, то есть без помощи спичек, без помощи всего. они извлекают его трением, ставится такое огромное бревно, под бревно кладётся стружечка, значит, и мужики его трут верёвкой туда-сюда, и, соответственно, от трения возникает вот этот вот священный огонь. Они его извлекают на каждое крупное мероприятие, и, соответственно, он горит в этом храме. Правда, на эту купалу был там такой конфуз, значит, у них там, видимо, что-то сломалось, и вот эта вот игла бревна, которая должно было зажигать хворост, оно, видимо, в эту ложбинку не дотягивалось. Вообще, это же идея секса, по сути, и, значит, бревно оказалось маловато. И два часа бедные мужики пытались работать этим бревном. А, значит, они не вдвоём, там были все мужики, их было штук 30, и они все за счёты бедное бревно елозили. Два часа. Потом это бревно сломали, принесли другое бревно. То бревно тоже сломали, сломали три бревна. Уже держали, там, значит, под этим бревном лежит такое другое бревно, и оно ёрзает, ему, видимо, что-то не нравится, они там все держат это бревно, которое лежит снизу. Вообще, выглядело смешно, но они были все в ужасе, потому что два часа они не могут начать ритуал, ничего не зажигается, и они даже, я так поняла, хотели нести огонь вот из этого храма, потому что зажечь самостоятельно не получалось, но в итоге они закончили с этим, у них всё вышло. Загорелось, да? Загорелось, да. Я, правда, женщин туда не пускали, соответственно, там было столько мужиков, что было не видно, но ребята, которые стояли там, я слышала, когда они переговаривались, что нет, мы не туда просто что-то выпадлили, типа рожигали, бензин, ещё что-то такое, потому что дым шёл несколько раз. У меня шутки, шутки дурацкие. Шутки с аналогиями пошли на эту тему, да. Вот, но на самом деле верховный жрец, он очень хорошо отработал, потому что, естественно, любое событие, которое происходит во время какого-то священного обряда, но не просто так, это знак богов. Это очевидно, что знак богов, допустим, когда Кирилл грохнулся, извините, на полу храма, любой религиозный деятель, любой левец скажет, что это должно интерпретироваться как знак богов, потому что он грохнулся не на улице, а он грохнулся в храме. Соответственно, та ситуация была тоже обыграна. Жрец сказал речь, да, что вы же понимаете, что вот произошло что-то необычное, что боги рассержены, что они никак не хотели зажигать огонь. Конечно, он очень сильно намекал на спецоперацию, прям намекал. Вот, и прям это было в тему. Ну, то есть, не скажу, что это как-то сломало обряд, даже наоборот, все вовлеклись намного больше. Кстати, вот про слово, вот ты сказала, про патриарха, про военизированные подразделения среди новоязычников. У них же нашивки, вроде как, калаврат, шевроны, у них шевроны, там калаврат изображён, насколько мне известно. И у противостоящей стороны там тоже вот подобное есть подразделение с шевронами калаврата. Это достаточно интересно. Хотя, мне кажется, это интересная тема было бы обсудить, как они вообще относятся к той стороне. Там же их тоже много новоязычников, это же всё-таки восточные славяне. Но, я не знаю, можно так-то это обсудить, хотя, ну, вот как ты считаешь, если у тебя есть какая-то интересная информация, ты можешь как бы рассказать, как вообще у них отношения складываются с теми новоязычниками из нашей братской страны, если тебе известно, конечно. Я не знаю, есть ли между ними взаимодействие. Вот с белорусами, я знаю, очень плотно наши общаются, а вот с украинскими не уверена. Но всё-таки, ты знаешь, я тебе скажу то, что язычество по регионам тоже различается. Если мы говорим именно вот о научной стороне вопроса, то украинское язычество, украинские, ну, там, всякие сверхъестественные существа, обряды, ритуалы, сказки, они другие. Их нельзя лепить, это всё, в одну кучу. Я тебе больше скажу, ну, как бы в России по регионам они отличаются, ну, это уж ладно. Но они бы просто не договорились, потому что у них и боги другие, и названия другие, обряды другие. А вот, кстати, как, кстати, русские неоязычники относятся, например, к богам западнославянским, например, у тех же не перунас, а, как его там зовут-то, есть остров, я, блин, почему-то забыл, и там тоже есть свой бог-громовержец, где-то на севере. Не знаю, кого ты имеешь в виду, дугаст, святовид. Возможно, да, святовид, что ли, что-то такое. И, в общем, как они относятся, если тебе известно, как они относятся к западнославянским богам, они же всё равно отличаются в чём-то от восточнославянских или к южнославянским. Они, на самом деле, это прям чистый синкретизм, потому что, если наши славяне что-то не знают о своих богах, то, естественно, они идут подглядывать к ближайшим соседям. И, например, тот же самый святовид, он перекочевал к восточному славяну, сейчас в смысле, к неоязычнику, восточнославянским. Допустим, у них есть представление о круге года по Солнцу, который состоит из четырёх частей. Вообще, это уже неправильно, потому что известно, что славяне делили год на три части. И оно, в принципе, не могло быть четырёхчастным. У них год начинается с коляды, рождается в Солнце хорс, и с зимнего солнцестояния по весеннее равноденствие царствует младенец хорс. Потом умирают хорс, рождается ерила. Ерила, соответственно, умирает на летнем солнцестоянии. Умирает ерила, рождается дашь бог на купалу и царствует, значит, как взрослый муж до осеннего равноденствия. И потом умирает дашь бог и рождается сварок сварок или свинтовит. Они называют иногда свинтовитом. И, соответственно, это мудрый старик, который снова царствует до зимнего солнцестояния. Но мы видим здесь на лицо прям полный синкретизм, потому что хорс это бог иранский, да, его к нам привезли воины, которые были в дружине, которые были там вот из киевских племён. Соответственно, Ярила это вообще не бог. Это праздник. Конечно, он должен был бы стать богом, просто из-за христианства славянское язычество не успело развить его. Соответственно, дашь бог, ну, это да, это действительно славянский бог, а свинтовит это бог западнославянский. Соответственно, они очень часто пользуются той же марой. Мара это, ну, не восточнославянская, богиня, они пользуются чернобогом, они пользуются родогастом. Очень большое количество богов, пантеонин, неоязычников, они либо из западных славян, либо там из южных славян. Некоторые вообще там скандинавская ещё мифологию приплетают. Допустим, схрон ежславян считают то, что немцы, это же не мы ц, ну, на украинский манер, и вообще первыми немцами были, подожди, это ещё не всё, первыми немцами были Тор и Один, которые были славянами, но ушли в северные скандинавские земли и вообще придали родную веру. Они вообще откололись от славянских богов и стали там править значит этими германскими людьми. Вот. Поэтому они ну, они всех подряд метут, кто нравится того и метут. Вот как они относятся к Владимирскому пантеону? Там же он тоже заимствовал богов из иранского пантеона? Ну, конечно, они в основном пользуются пантеоном князя Владимира очень во многом, но к самому Владимиру кстати относятся очень плохо, да, у них же культурный герой это Святослав. Святослав, да, Святослав, а Владимир это вообще не просто Владимир, а Владимир паскуда. У меня там кстати видишь на заднем фоне? Да, вижу. Это Локи. Да, Локи. А кстати, как они к Локи относятся? Вот Тор и Один это предатели, а Локи не знаешь? А Локи знаешь, что-то я ни у кого не встречала, Локи не участвует. Ага, жалко, Ну ты знаешь, просто это очень сложный персонаж, которого довольно сложно вот вписать. Да, он такой трикстер. А вот смотри, вот когда они в храме вот эти священные действия проводят, как они ощущают Бога, например, Перуна или Сварага, как они вообще взаимодействуют с ним? А вот ещё вот такой момент, как они объясняют их существование в связи с тем, что они пользуются телефонами, вот это как-то, как они вплетают Богов в современное бытие? Ну, значит, как они ощущают, по крайней мере, вот то, что я разговаривала, вот этот жрец Мары, он очень подробно описывал, он сказал, когда Мары приходят, появляется такое ощущение, как будто воздух становится плотным, как кисель, и появляется запах луговых трав. Это знаешь, вот когда у меня учительница, преподавательница в университете рассказывала, она верующая, православная, и она говорила, что во время причастия ощущается сахарный запах, запах сахара во время причастия в христе. Типа благодать сходит и такое сахарное венье, и тут возможно что-то вот... Ну, конечно, это же ну, как бы слияние с Богом, там, мистический опыт, все дела, это должно быть что-то особенное. Да, и Ерафания. Да. Вот жрец мне говорил то, что, допустим, на больших ритуалах ему очень сложно, потому что он чувствует энергетику невовлечённых людей, и он практически не может соединиться с Богами. А значит, когда ритуалы камерные, то он быстрее, значит, подсоединяется, и ему намного легче. Интересно. Интересно. А вот насчёт Бога Рода, что ты о нём скажешь? Есть ли был вообще такой Бог у славян, и как интерпретируют Род современные новоязычники? Ну, Бог Род — это заслуга Рыбакова. Его собственная концепция, конечно, все остальные учёные, религиоведы по славянскому язычству его отрицают. Уже давно доказано, что это концепция несостоявшаяся. ССОшники им не пользуются, то есть они используют слово Род, но от в плане совокупности предков, то есть в прямом смысле, это не отдельный Бог, это вот именно такая мощь поколений, которые стоят с твоей спиной. Вот примерно так. Хорошо, а вот культ Рожениц существует у современных новоязычников? Нет, нет, Роженицы это вот всё оттуда из Рыбакова, они идут вместе. То есть это тоже из той же области, понятно. Хорошо, а вот насчёт Бога Перуна, вот какого к нему отношения, насколько я знаю, что Перун это вот Пер, там удар, что-то даже со скандинавским возможно связано, и этот Бог пришёл к нам именно из Запада, это не чисто такой славянский Бог, правильно я думаю или нет? Ну смотри, вообще во всех индоевропейских религиях есть Бог Громовержец, и скорее всего был какой-то общий праиндоевропейский Бог, из которого потом появились и Тор, и Перун, и конечно у них очень много общего, но вопрос в том, насколько этот Громовержец был главой пантеона. Громовержец это по сути бог воина, а большинство людей на Руси это всё-таки земледельцы, скорее всего у них были сельскохозяйственные боги, и скорее всего Перун возвеличился не благодаря своей популярности среди народа, а просто благодаря тому, что ему поклонялась царская дружина, а царская дружина это собственно те люди, у которых были деньги на строительство каких-то крупных сооружений. И это скорее всего произошло из-за как раз культа Одина и культа Тора у скандинавов, которые составляли большую часть дружины, поэтому это всё взаимосвязано, но скорее всего конечно бог Перун он был у славян, потому что и у балтийских славян есть Перунакс, это тот же самый бог, но именно его значение, и вот такое возвышение оно происходит благодаря культу Тора. Хорошо. Ты мне говорила ещё про существование Центра славянской культуры Васильева, можешь подробнее рассказать, что это вообще такое, что это себе представляет, что за центр, что там показано? Центр культуры Васильева, вообще Васильев это художник, который рисовал такие этносюжеты, например, песнецов, то есть он рисует каких-то богов, он рисует сюжеты русской деревни, а такие мистические немножечко сюжеты, и соответственно после его смерти был создан вот этот культурный центр, и его директор очень активно рассказывает про то, что Васильев, он подключался к космосу, и космос давал ему, космос в смысле боги, рассказывали ему, как они выглядят, как их писать, потому что в них есть очень много каких-то элементов, которые несут в себе какой-то скрытый смысл, и что самое интересное, музей музеем, прямо в центре музея под картины святовита стоит алтарь, и они на полном серьезе зажигают этот алтарь прямо в музее, значит, чтобы какая-то светлая сила, да, благоприятная через святовита входила в этот музей, и что самое меня, что больше себя пугает, туда возят школьные экскурсии, вот это меня, конечно, немножечко расстраивает, потому что я бы не хотела, чтобы моим детям рассказывали про войну Атлантов с гиперборейцами, но они мне сказали, что детям они этого не рассказывают, я спросила, потому что прям мне школьную экскурсию заказывали, я была в ужасе, говорю, что это, детям рассказываете? Говорят, нет, детям мы рассказываем про художника. А как вообще у них ритуальная часть осуществляется? Есть ли жертвоприношения у науязычников? Слушай, ну жертвоприношения есть везде, но мы же не говорим о жертвоприношении животных. Подношение хлеба, молока, кваса, это тоже жертвоприношение. Конечно, у них есть, у них хлеб, зерно приносят, в огонь кидают, значит, огонь сжигают, значит, Бог принял. Причем у них очень много обрядов, они повторяют христианские, например, есть абсолютный аналог миропомазания, то есть берут головешку из священного огня, стирают с нее золу и мажут людям лоб. Например, один в один миропомазание. У них, значит, есть аналог окуривания кодил, они ходят и разбрасывают зерно. И вообще у них очень сильный как бы настрой на идею четырех стихий. Они, значит, там бросают зерно это земля, они потом головешкой обмахивают это огонь, потом они, значит, кропят какой-то водой и машут топором, ну, типа воздух. Но вообще как бы эта идея абсолютно чужда славянскому язычеству, потому что четыре стихи были разработаны Платоном, там, рассмотрены Аристотелем, и вообще этот термин впервые стал появляться в Москульте во времена Средневековья, когда получили расцвет алхимия и астрология. Это вообще появилось в контексте именно алхимическом. И, конечно, у славян никакой идеи четырех стихий не было. Давай тогда поподробнее поговорим о праздниках неоязычников. Вот праздник, вот ты мне перечислила список праздников, которые ты посещала. Первый праздник это Ярила Вешний, так? Ярила Вешний. Да, в чём вообще смысл этого праздника, как он проходит, что происходит во время праздника, ритуалы, зачем они это делают? Ну, центральное действие это отмыкание земли. То есть Ярила Вешний он происходит получается в начале весны, когда значит сходит снег и вроде как земля должна начать плодоносить. И, собственно говоря, это обряд акта полового между солнцем и землёй, потому что солнце согревает землю, аналогия с любовником, он значит её согревает, она течёт, растапливается и приносит такой огромный ключ, опять же, вот это вот бревно с остриём на конце втыкают в землю, мужики опять же начинают его крутить. Ну, то есть вообще это называется как бы отмыкание земли, но понятно, что смысл как раз в половом акте солнца с землёй, чтобы она плодоносила. и, собственно говоря, с вот этого праздника начинается плодородный год. Вот, и как раз следующий праздник это Купала, это день смерти Ерины. То есть, почему именно этот день? Потому что это день летнего солнцестояния, по сути, когда тьма побеждает свет, потому что тьмы становится всё больше, света всё меньше. и, соответственно, Ерила умирает. Ну, вот это те два праздника, которые я у них посещала. Вот я смотрел фотографии, ты скидывала, да и вообще это довольно-таки тоже в интернете их тоже много вот этих фотографий, где культивируется фалос, там они делают какое-то изваяние фаллическое формы и всячески взаимодействует с ним. Это действительно происходит науязычников? И насколько это распространено? И вообще зачем это делается? Слушай, ну, вот, кстати, я думаю, что вот этот обряд, он достаточно старый, потому что вообще идея фалоса, она же раньше была не табуирована, наоборот, фалос это сакральная вещь, потому что фалос, по сути, это жизнь, и ничего такого в фалосе нету, то есть есть, допустим, упоминание о том, как в западной, западные славяне перед началом посева мужчины выходили нагишом на поле, мастурбировали и орошали землю, значит, результатами своей мастурбации, потому что это плодородие, это важно для сельского хозяйства, и, соответственно, у Ярилы, у него гипертрофированный пенис, гипертрофированные яички, как раз потому что он говорит о плодородии, то есть, к нему подходят девушки, они об него трутся, и это дает им, ну говоря, силу где-то рождению, вот, и, соответственно, в конце праздника вот это чучело Ярилы, собственно говоря, как чучело масленицы, оно точно так же сжигается. Понятно, хорошо, то есть, вот этот культ фаллоса, он имеет не только символический характер, но и прикладной, чтобы женщина плодородов... то есть, фертильность женщин повышалась, да? Конечно, фертильность женщин, фертильность урожая, даже фертильность денег, вообще, всё, что размножается, всё, что увеличивается, это можно как бы увеличивать при помощи фаллоса. Напрямую для этого создан. Интересный приём. Ты ещё жабку трёшь, а надо не жабку тереть. Так надо поставить это дома и не париться. Вот есть такой ритуал раскрещивания и именно речения. Вот ты приводила пример, что твоя сестра участвовала в ритуале именно речения. Давай вот с него начнём. Что это такое и почему твоя сестра участвовала в этом? Ну вообще как бы получается они сначала раскрещиваются, но допустим ССО этот обряд называется не раскрещивание, а очищение. То есть даже если человек не был крещён, он всё равно проходит, потому что он отсекает всю свою предыдущую жизнь. они снимают старую одежду, топчут её ногами, разрезают и сжигают. Ну то есть отказ от всего старого. И потом значит они благословляются вот этими четырьмя стихиями и дают жертву идолу, ну то есть богу, естественно, священный огонь. Собственно в этом заключается весь обряд. Он такой, он очень коротенький, у них там прям очень много народу его проходило, мы были там на Купалу и мне кажется там больше пятидесяти человек было, потому что у меня сестра сидела в очереди больше двух часов. При том, что обряд супер короткий, он там минут пять наверное всего. А вот с крестиком что делают, если христианин раскрещивается? Не, ну он уже приходит без креста, конечно, он же крестится, в смысле раскрещивается осознанно, то есть он уже как бы от старой веры отказывается ну как бы технически, но он должен еще порвать с ней на метафизическом уровне. Конечно, он уже крест не носит. На Купале было очень много людей с крестами, я обращала к Купале очень многие с нательными крестиками и примерно там же рядом висит какой-нибудь символ такой языческий, то есть прям на одной веревочке даже иногда никого это не смущает. Ну там синкретизм наверное прям прет у людей. Нью-Эйдж, да? А вот имя наречения вот твоя сестра еще раз пристал я к твоей сестре. Почему как это произошло? Почему она решила? Да. Я даже не знаю, она как-то почувствовала близость наверное к родовым богам, тем более рассказывала, как я там присутствовала на обрядах и она вообще не любительница РПЦ, ну ее всех крестили в детстве, она этим очень недовольна и я так понимаю, что для нее это было скорее даже не именно речение, а именно раскрещивание. К этой части обряда она относилась как-то с большим интересом. А чего зависит наречение имени? Вот, например, у православных это по календарю происходит, а у науязычников как это происходит? Как хочешь. То есть можно придумать даже слово, которого нет. Ну главное, чтобы в нем были какие-то славянские корни, да, но можно составить там любое абсолютное имя, там со словом Ра-Люб, Ра-Далюб, можно там Велеса-Люб быть, можно, не знаю, Мра-Люб быть. Ну вот там действительно у людей такие имена клички, которые можно придумать, ну просто вот от балды. Вот она у меня вечерница, по-моему, вечерница. Сама сказала, что она вот вечерница. Красиво звучит, красиво. Да, очень много животных, ну то есть там волк, медведь, они, когда, значит, именно речения заканчиваются, жрец орёт там слава волку, ну то есть имя его называют, и все такие слава. Поэтому мы, ну я слышала много имён, которые люди себе выбирают, очень много животных, птиц, просто, ну, беспрекрасно. Да, это интересно. А вот похороны, вот ты посещала похороны Сахарон Ешславян. Как ещё там его звали? Богумил. А, Богумил. Он, кстати, вот именно первый, да? Богумил второй он себя называл. А почему, кстати? У них там достаточно сложная система, то есть первый Богумил это не конкретный человек, а вроде как весь род. Ну то есть это какое-то абстрактное понятие Богумил первый. А как это вообще проходило, вот этот ритуал похорон, и в чём они отличаются от, например, христианских похорон? Ну, первое, чем они точно отличаются, это идеи возрождения и перерождения, потому что у них в тексте была, значит, следующая фраза, что ты из гроба в люльке видишь свои ноги. Ну то есть ты умираешь и в этот же момент рождаешься. И у них это всё обставлено действительно очень красиво, у них огромная погребальная ладья, такая, как люлечка детская, и они её раскачивают на таких качельках и вроде как усыпляют, как младенечка. Естественно, тела самого нет, то есть это такой абстрактный обряд, тела им никто не отдаст. Будет! Когда срок твой выйдет! Когда срок твой выйдет! И после окончания обряда жрец кричит там «Вагумил! Ты добрался до дома предков!» И в этот момент у нас потух священный огонь, все испугались, и жрец говорит «Походу он добрался!» Но это было красиво и не запланировано, то есть там действительно под ладью горел огромный огонь, и он прямо трикнул и добрался до дома предков, и огонь потух. Мне кажется, иерусалимский патриарх позавидовал такому чуду. Но там действительно было без спецэффектов, я стояла довольно близко, там ничего никуда не лили, ничего нигде не перекрывали, он просто потух. А этого не предполагалось, потому что, когда это произошло, все просто офигели, и еще неделю значит вот в этой тусовке все обсуждали только это. То есть так не должно было быть. Ну там от испугания славороду славянскому, да? А вот а вот почему тело-то не отдали? Вот, например, во время отпевания в храме там же все-таки тело присутствует, а здесь почему? Какие проблемы? На самом деле это очень сложный процесс по получению тела, то есть даже если ты получаешь, например, прах, то ты не можешь его просто так забрать, ты должен его прописать, ну то есть как регистрация человека, только мертвого, и чтобы забрать, например, прах домой, а не закопать на кладбище, там нужно просто девять кругов ада пройти. Я не знаю, почему они это не сделали, скорее всего, ну получается, это же должны делать родственники, может родственники отказались, но это я не знаю. Но ладья выглядит так, что она не предназначена для тела человека, то есть она символическая, несмотря на то, что она большая, туда гроб не положить, она просто по кухне подходит. наличие тела не предполагалось. Хорошо. Ну в принципе на этом моя часть вопросов закончилась, и я бы хотел узнать, каковы твои ощущения, переживания были, когда ты посещал эти богослужения или те же капища, и что интересного ещё можешь ты рассказать, какие-нибудь увлекательные истории, может, как-то это было связано с комичностью или с трагичностью, то, что тебя восхитило, поразило, можешь поведать о чём-нибудь? даже не знаю, но у меня, конечно, больше всего поразил схрон яжславен, у них очень хорошо проработанные тексты, и они выглядят реально как заговоры, то есть, когда ты слушаешь вот этот речитатив, тебя прям по-настоящему качают, там, бит, все дела, и их прям реально слушать одно удовольствие, я говорила с Радарем к телефону, правда, он был с какого-то другого региона, и он прямо таким текстом разговаривал, то есть, у меня создалось ощущение, что я разговариваю с каким-то бахарем, то есть, человек, который сочиняет сказки и легенды, каким-то древним, и он разговаривает на таком странном языке, как будто реально поёт, это у него выходит так естественно, то есть, по крайней мере, если вот читаешь выше, им кажется, что прям вообще какая-то бредятина, а если его начинают петь нараспев, то есть, как речитатив, то это очень красиво. То есть, ты как бы включаешься в процесс священно-действия, а вот, например, ты участвовала в каких-нибудь сама ритуалах, которые они проводили? Я вообще участвую, ну, то есть, как бы, если есть ритуал, почему бы и нет? Мне кажется, что вообще, если ты не участвуешь, то ты, ну, со стороны ты понимаешь, это не так, как это вживую происходит. То есть, допустим, ну, к купалу, когда там бегает вот этот вот хоровод, если ты стоишь и просто смотришь на этот хоровод, думаешь, вот дурачки, а когда ты сам встаешь в этот хоровод, и ты в нём бегаешь, то там и адреналин прилив, и как бы у тебя совершенно другие ощущения, поэтому, мне кажется, надо обязательно как бы участвовать, иначе ты просто не поймёшь, в чём смысл. А что вот ощущала во время хоровода или, например, прыжков над костром? Слушай, ну, наверное, просто какое-то возбуждение, такое отключение мыслей, но я богов не почувствовала. Интересно. А вот в каких, может, ещё в каких-нибудь ритуалах участвовала, вот, не знаю, какие, которые запомнились тебе? В раскрещивании не участвовала, да? В раскрещивании не участвовала. Даже не знаю, у них у всех достаточно стандартный, там небольшой набор, и там прям каких-то вау-ритуалов нет. То есть там, там, руки над огнём подержать, там, покричать «Гой роду!» ещё что-то такое. А, вот, знаешь, чё? Очищение бубном. Вот это реально прикольно. Огромный бубен, они называют его кудеса. Ты становишься прямо под него, и человек начинает его стучать там, в нескольких сантиметрах от твоего тела. И получается, что вся вибрация бубна, она как бы передаётся на тебя. И особенно, когда он прикасается где-то вот к голове, к затылку, прям ощущение такое, как будто мир вибрирует. Это прикольно. Ну, это что-то шаманское, да, уже, наверное. Да, да, прям очень шаманское. Я вообще, если честно, не встречала, чтобы на Руси были кудеса в плане бубен. То есть, кудеса есть значение, да, там, кудесник отсюда, например. Но именно слово, связанное с бубном, я ещё не находила. Может, найду, скажу. Хорошо. Ладно, хорошо тогда. Спасибо огромное тебе, Аня, за это замечательное, это замечательное интервью. У меня, действительно, ты поведал очень много интересных вещей о науязычниках. Я много не знал. Спасибо тебе большое. это очень полезное, ну, в первую очередь, для меня, наверное, полезное интервью. Спасибо тебе за наш разговор. Уважаемые зрители, обязательно подписывайтесь на все ресурсы Ани Карасевой, и я их разместил в описании этого видео. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. Пока.